И интенсивность этих отношений, качество этих отношений является чем-то уникальным. Я еще буквально несколько месяцев назад был, по-моему, два месяца назад был в Баку. Мы провели очень важный раунд переговоров, встреч. И, безусловно, поддержка президента Алиева вот этим контактом, этим отношением является главной гарантией, наверное, такого очень быстрого, очень успешного взаимодействия между двумя странами. Мы все в Израиле наблюдали просто великолепное Евровидение, великолепные организации, великолепный зал. Все было сделано по самому высшему разряду, было просто приятно смотреть. Я лично посещал этот зал, и мне просто не верилось. Я много лет был министром инфраструктуры, министра транспорта. Такой короткий срок выстрелили, такой роскошный, объемный зал. Это, конечно, наверное, не всякий может, и не в любом государстве это возможно. Я хочу понять и подчеркнуть, что, в принципе, сегодня вся мировая дипломатия, она меняется. Она меняется очень серьезно и по основным, возможно, параметрам. То есть, если раньше дипломатия, это было официально, подразумевалось, что это официальные миды двух государств, дипломаты, приемы, сегодня тоже далеко не так. Сегодня то, что называется public diplomacy, публичная дипломатия, NGOs, то есть неправительственные организации, их объем, их удельный вес на международной арене довольно, не то, что довольно высокий, он часто ничуть не меньше, чем удельный вес и официальных дипломатов, официальных мидов. Мы видим иногда, сколько полезных вещей, и иногда, к сожалению, сколько всяких абсолютно лишних скандалов, повторений или даже, как бы, противодействия происходит именно от работы различных НГО. И поэтому работа такой вот организации, еще одной общественной организации, которая относится ко всему позитивно, пытается внести здравый смысл и в отношении между людьми, и в отношении между государствами, не пытается ничего не навязывать, никого, ничему учить, это очень важный пример. Мы относимся очень, как бы, не то, что положительно, мы придаем большое значение работе вот таких НГО, и, конечно же, Азиза не случайно увидит вот такое количество и министров, и депутатов, кстати, с обеих сторон, что тоже очень важно. Израиль, как говорили, как правило, в Израиль очень большая выходца, очень большая община выходцев из Азербайджана, который, безусловно, является очень важным мостом в отношении между двумя государствами. Отношения азербайджанцев и евреев всегда были, наверное, самым лучшим примером в истории нашего народа. Еврейский народ был рассеян тысячи лет по всему миру, и не всегда и не везде принимали нас как близких друзей, соседей, не всегда отношения отличались справедливостью или гуманностью. Азербайджан является одним из немногих мест, где евреи всегда чувствовали себя как дома. И отношения между двумя народами не всегда были крепкими, там был заложен очень крепкий фундамент. Я рад, что отношения между двумя народами не спроецировались, и на отношения между государствами. Когда мы отмечали сейчас 20 лет установления дипломатических отношений, я думаю, сегодня мы достигли самого верха апогея двухсторонних отношений между двумя государствами. Я рад, что мне добылось, начиная с 96-го года, сопровождать этот процесс. Я еще помню встречи между Гейдаром Алиевым и Натанияом в Баку в 97-м году, и, конечно же, все последние встречи и визиты на самом высоком уровне, включая президента Переса, в Баку, все это говорит о характере наших отношений. Я также рад, что у государства они будут придерживаться двух основных принципов терпимости и здравого смысла. Сегодня на международной арене не хватает и того, и ни другого. К сожалению, и террор, и радикализм становятся все более и более ощутимыми на международной арене. И вам, и нам, к сожалению, это знакомо не только по репортажам журналистов, и не только по дебатам на международных форумах. То, что сегодня происходит на Ближнем Востоке, это, безусловно, далеко идущие амбиции очень радикальных элементов, очень экстремистских элементов. И, к сожалению, вот этот окон радикализма, он перекидывался уже из Ближнего Востока в Среднюю Азию, на Кавказ, в Северную Африку. То, что мы видим сегодня в Сирии, это вещи, которые не поддаются просто пониманию человеческой логики. И очень важно, чтобы те государства, которые во всем этом океане террора, радикализма, экстремизма, и государства, которые придерживаются принципов терпимости, еще раз, здравого смысла, каких-то нормальных человеческих отношений, чтобы эти государства более тесно работали друг с другом. Я рад точно так же, чтобы государства выбрали свой уникальный путь развития. Мы часто сталкиваемся на международной арене, и вы, и мы с таким неким патронажем, подходом, что мы будем учить вас, как жить, без принятия во внимание каких-то уникальных особенностей каждого народа, каждой нации, особых региональных условий, каких-то исторических этапов развития. В этом отношении Израиль выгодно отвечает со всех остальных, мы считаем, что каждое государство имеет свое право на свой уникальный путь развития, и нужно принимать в внимание все специфические факторы, нет универсальной формулы правильного развития для всех государств, нет универсальной формулы мира. И то, что мы готовы работать тяжело для того, чтобы добиться стабильности, добиться признания, добиться мирного существования, обеспечить нормальную человеческую жизнь всем нашим гражданам, я думаю, в этом особенность государств, которые находятся в очень непростых регионах и каждый день сталкиваются с очень непростыми проблемами.